Говоря про соревнования, не стоит забывать и о профессиональных. Практически всю неделю спасатели со всей Якутии будут бороться за звание лучших из лучших в штурмовке четырехэтажного здания, боевом развертывании, спасении человека из задымленного здания и деблокировании пострадавших при ДТП. Как раз последнее и стало первым этапом соревнований. Виталий Абрамов продолжит. Внимание! Марш! Бойцы якутского поисково-спасательного отряда быстро и четко разворачивают гидроинструмент и готовятся к деблокированию условных пострадавших. В считанные минуты спасатели перекусывают в корпус машины, оказывают манекенам Гоши и Паши первую помощь и эвакуируют их. Кроме команды ЯПСО в соревновании приняли участие бойцы 5-го федерального противопожарного отряда Якутской специализированной пожарной части и службы спасения Якутии. По ее времени в выполнении упражнения в счет шла правильность действий, в случае ошибок начислялось штрафное время. Последовательность упражнений и правильное выполнение, например, отказание первой помощи, какие должны быть зафиксированы в конечности, правильность вообще всех упражнений. Спасатели отмечают, что несмотря на некоторые условности, без которых не обойтись, такая тренировка позволяет отработать практически все действия при реальном деблокировании. Так как оттачиваются навыки излечения деблокирования пострадавших после ДТП и оказание первой медицинской помощи, если она нуждается. За ходом соревнования внимательно наблюдают и учатся будущие сотрудники чрезвычайного министерства. Студенты пожарного дела Якутского университета сегодня впервые примерят роль спасателя. Да, очень интересно. Там связано с будущей профессией, опыта много, со специалистами общаемся. По результатам соревнования с отрывом почти в полминуты лучшими стали бойцы республиканской службы спасения. Серебро у спецчасти на третьем месте команда ЕПСО. Виталий Абрамов, Гаврил Девичков, НВК Саха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова